Здоровейте, приятели! Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалско, Центрально-Северная Болгария, пятница 12 января, 24 год, у нас снежок, у нас, ребята, да, холодно, эта зима, в отличие от прежней, выдалась такая периодически холодная, вы знаете, началась она в конце этого ноября, где мы подпали в ледяную засаду и у нас где-то один день у нас вообще не было ни электричества, ни мобильной связи, ничего, два дня ровно у нас не было электричества, мы мерзли в нашем доме, потому что были полностью не подготовлены к таким катаклизмам природы. Об этом я уже делал видео, ссылочку я приложу. Экстремально весело, особенно для людей, которые приехали в Болгарию после 33 лет проживания в очень жаркой стране Израиля, ребята, где в Израиле, когда плюс 10, это национальная катастрофа, это все в пуховиках, в шапках, в куртках, в шарфах и кричат, что всем холодно. Чтобы вы знали, в Израиле вообще нет никакого отопления, нет ни батарей, ни радиаторов, ну, ребят, естественно, нету в Израиле никаких печек, это понятно. Топить на дровах, это, наверное, романтика, но может быть кто-то там за большие деньги ставит себе камины. Ребята, за очень большие деньги в Израиле ставят себе камины. Ну, только для того, чтобы, наверное, понять эту романтику, что такое дрова и что такое, в общем-то, трескание полешек. А вот здесь это очень актуально, мы были не подготовлены, но, в принципе, речь не об этом. Сейчас у нас утро, у нас минус 8 градусов, и здесь в прогнозах обычно пишут, минус 8, а сколько по ощущениям? А по ощущениям где-то минус 10. Вот, но не влажно, выбор нашего места проживания был, в общем-то, рассчитан на то, что в нашем, мы не хотели, чтобы было влажно. Ну, опять, это село, в селе всегда холоднее, это горы, в горах всегда холоднее, а Болгария-то она большая страна, ребята, регионная большой, и сейчас можно поехать на побережье Черного моря. От нас это где-то 2,5 часа езды, там уже будет не холодно, так как здесь, там, я думаю, вряд ли вы увидите снег, хотя, пожалуйста, напишите в комментариях, что там у вас на Черноморском побережье, достаточно интересно будет. Ну, здесь нет влажности, это огромное преимущество, потому что, когда влажно, ощущение погоды намного холоднее, чем термометр, а когда жарко, у вас может показать где-то 25, а будет 33, по ощущению. Влажность нам жутко надоела, потому что жили мы в 5 километрах, буквально в 5 минутах, да, в 5 километрах от побережья Средиземного моря, в нашем дорогом городе Ашкелоне, да, 14 километров от сектора газа, если кому это неизвестно, вот. И поэтому не очень были готовы к таким суровым зимам, но, опять же, радуемся снегу, потому что не видели его очень много лет. Сейчас улыбнутся подписчики из Германии, из России, из Украины, потому что для них такие погоды, это знакомо, это, в общем-то, без удивления. Ну, а нам, конечно, нам удивительно, потому что, прожив столько лет, за 33 года не видел, ребята, снег, просто не видел никогда. И поэтому, когда идет снег, такой позитив, такое вдохновление, в тот момент, уже сейчас, я просто думаю, да, идет снег, главное, чтобы не было перебоев стоком. А что у нас на данный момент происходит с перебоями в нашем регионе? Ну, я вам расскажу. Всем привет! Снежок! Друзья, вот такие палочки у меня есть, смотрите. Они, в принципе, для скандинавской ходьбы. Но, когда лед, они мне очень помогают ходить. Снежок, хорошо. Минус 8, ребята, на улице, минус 8. Пойду-ка я пройдусь немножко. Перед этими холодами мы со Светочкой поехали в Габрово и купили лопату для снега. Тогда было плюс 17. Выходим из магазина, идет навстречу болгарин и смеется. Говорит нам, ребята, если вы купили лопату, значит, снега не будет. И убирать будет нечего. Но, на самом деле, убирать было нечего. Вот наша дорожечка. Вот наша дорожечка калитки. Наверное, все-таки придется поехать в магазин по совету болгарского нашего друга. И купить такой песочек, который посыпается в момент, когда гололед. Ну, наверное, мы еще купим это, успеем к следующему приходу, к следующей такой зимней аттракции. Вот наше патио. Ну, смотрите, снега-то нет, в принципе. Снега мало. Немножко скользко. Да нет, я скажу честно, уже, наверное, в общем-то, полностью адаптировались и очень привыкли. И когда мы сюда переезжали, наша главная цель, переезжали-то мы, ребята, сюда летом. Наша главная цель была набрать побольше летних вещей, побольше футболок, побольше тоненьких штанов, кроссовки, там, то, сё. Ну, я-то в тот момент не думал, что надо-то брать термобелье, тёплые носки, свитера. Нет, ну, конечно, было. А вот сейчас, если поедем в ближайшее время, то обязательно, конечно, уже привезем сюда полную зимнюю форму. Ну, в общем, если переезжаете сюда из тёплых стран, ребята, и предполагаете жить в холодных регионах, ребят, обязательно пуховики, шапки, шарфы, термобельё, всё это берите, потому что это всё вам просто будет необходимо. Вот. Ну, генератор у нас, да, у нас уже есть генератор. Он прекрасно стоит, он подключен. Бензин в канистрах наполнен. Газовый баллон наполнен, а печку дровяную мы что-то опять в этот раз не успели купить, просто немножко финансово не рассчитали, но, скорее всего, вот сейчас вопрос с пенсией практически решён. Если кто смотрит мои старые видео, я рассказывал, что в Израиле лишили пенсии на основании того, что не был в стране три месяца. А не был в стране три месяца, потому что хотел лететь в ноябре, были уже куплены билеты, но вы знаете, что произошло в Израиле, вот эта дикая атака террористов, и сейчас идёт война. Билеты были отменены, точнее, Визейр написал сообщение, что потом, конечно, всё это компенсирует. Ну и, конечно, не полетели в разгар таких самых жёстких боевых действий. Предполагаем поездку в конце февраля. И вот там обязательно я уже возьму чемодан, полечу с багажом и положу туда свои термо-эти кофты. Если я привезу термо-кофты, то, скорее всего, зимы уже не будет так пророчески всё это будет выглядеть. Вот, а так смотрите, вот как у нас хорошо, как у нас позитивненько. Да, кран замотали. В общем, господа, что хочу сказать людям, которые будут переезжать сюда из других стран. Обязательно учитывайте перепады температуры, потому что здесь может быть разница днём, ну, разница между утром и днём где-то градусов так в 12. Поэтому люди, которые страдают какими-то заболеваниями, связанными с перепадами температуры, очень чётко должны понимать, какой регион Болгарии нужно выбирать для жизни. Потому что романтика, конечно, романтикой, а возраст и здоровье нужно всё это учитывать. Поэтому, если вы готовы вот к таким некоторым экстремальным ситуациям, ну, селитесь, конечно, в селе, научитесь пилить дрова, научитесь колоть дрова, закладывать их в печечку, ну, либо просто кнопочкой включать термопомпу. Вот так. Вот сосед мой у него сейчас, да, у него топится печечка, как я вижу, у него, да, дым идёт, а у нас вообще нету печки, потому что, как и рассказывал, дом 64 внутри квадратных метра. И просто, да и не хотели мы, в общем-то, связываться с дровяными печами внутри дома, хотя, ну, хотя сейчас уже поздно говорить, её туда мы ставить не будем. Но у нас уже готова наша, наша вторая постройка. Готова наша постройка, вот эта, которую мы полностью с нуля построили, это было наше грандиозное такое строительство. И внутри там, вот, труба есть, отлично, красиво, и внутри там мы обязательно поставим дровяную печку. Всё не закончено, к концу этого года уже будет полностью жилое помещение. Будет стоять такой диванчик, будет стоять печечка, будут лежать дрова, и мы там сядем, сядем со светочкой, поставим на стол самовар такой хороший, и будем пить чай, наслаждаясь тресканием полешек, и смотреть через стеклянные двери, специально вот поставили стеклянные такие двери, это была наша такая старая задумка, и наслаждаться оттуда снежком. А в доме в тот момент мы выключим термопомпу или поставим её на минус, чтобы некоторым роде сохранять, экономить электроэнергию. Хотя, вы знаете, мы здесь уезжали сейчас на, ровно как на сутки из дома. Хоть наш дом и очень плохо термоизолирован, дом плохо, плохая изоляция в доме абсолютно, её практически нет. Вот так выглядят наши стенки, смотрите, изоляции нет. Ну, скорее всего, возможно, в этом году мы её поставим, мы уже получили стоимость, потому что нужно будет делать, так как в Болгарии мы собираемся проживать, ну, мы здесь живём и будем жить, и нам не страшны морозы, нам не страшна жара, мы просто к этому ко всему подготовимся. Бамбочка, собачка моя хорошая, да! Бамбе, у Бамбы, чтобы кто спрашивает, вот, ваша собака там мёрзнет или не мёрзнет, ребята, у Бамбы прекрасная утеплённая будка есть, поэтому здесь всё нормально, всё прекрасно и хорошо. Перепадов с током не было. После той аварии, ребята, не было перепада с током, вы знаете, может выключиться секунд на 30-40 в день, там разок, в этот момент меня начинает уже кондрать и хватать, думаю, ё-моё, а сейчас как опять всё вернётся, и придётся бежать к генератору. Нет-нет-нет, всё было хорошо, поэтому всё прекрасно, позитивно. Друзья, прекрасного настроения, позитива, здоровья вам, и будьте готовы к перепадам погоды в Болгарии. Чао-чао!